Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпании Щелкова программа Диалог. С вами я и ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моим сегодняшним гостям. Об гостях у меня сегодня очень ответственные сотрудники межрайонной налоговой инспекции номер 16 по Московской области. Это начальник отдела камеральных проверок номер 3 Наталья Сергеевна Давыдова. Добрый вечер, Наталья Сергеевна. Начальник отдела камеральных проверок номер 4 Анна Евгеньевна Алексенко. Добрый вечер, Анна Евгеньевна. И начальник отдела оперативного контроля, тот же самый межрайонный, ФНС номер 16 по Московской области, Василий Волков. Добрый вечер, Василий Васильевич. Сергей Михайлович, добрый вечер. Практически вся инспекция в полном составе пришла к нам на эфир. Самые ответственные сотрудники. Говорить будем, наверное, обо всех вопросах, которые касаются непосредственно ваших отделов. Но вначале такой вопрос, наверное, для всех. Вот у нас вчера миновал день X, так называемый, да, срок уплаты, крайний срок уплаты налогов по имуществу. 1 декабря был выходной, да, соответственно, сдвинули на 3 декабря. Ну вот, как раньше в рекламе говорилось, заплати налог, спи спокойно. Соответственно, кто не заплатил, не успел по каким-то причинам, может спать спокойно? Что ему грозит в ближайшее время? Кто из вас возьмется ответить первым? Давайте, наверное, я. Да, срок уплаты у нас был вчера, 3 декабря. Соответственно, в ближайшее время будут выставлены требования тем, кто не заплатил налог для уплаты налога. Соответственно, у них еще будет время для того, чтобы погасить свою задолженность в ближайшем будущем. В случае, когда это не произойдет, по истечении срока уплаты требований, то тогда уже инспекция направляет заявление на взыскание задолженности. Это будут судебные приказы, которые будут вынесены мировыми судьями судебных участков Челковского района и, соответственно, потом переданы судебным приставам. Ну а приставы, как известно, проводят взыскание в соответствии со своими законами. То есть основная сейчас часть, учитывая, что практически все мы владеем банковскими карточками, то есть у нас и пенсии сейчас уже поступают на счет, практически даже пенсионеры у нас уже не получают наличными свою пенсию. Также все работающие практически перешли на карточки. Соответственно, это списание с банковской карты. Ну оно как, прям автоматически происходит? В день зарплаты или, допустим, зарплату начислили, я могу раз быстренько все снять, наличные. Если судебный приказ уже находится в банке, то, соответственно, вы не успеете уже ничего снять. А, то есть это уже банк осуществляет? Да, да, там будет уже автоматическое списание. Понятно. Ну а что попадает под вот это понятие имущественный налог? Транспортный налог? Транспортный налог на имущество физических лиц и земельный налог. Ну имущество имеется в виду что? Недвижимость? Конечно. Объекты недвижимости. Дома, квартира. Ну ладно. Теперь тогда, наверное, уже год заканчивается. Какой-то можно итог, наверное, подвести тому, что было в уже уходящем году. С какими нововведениями, так скажем, напомним нашим гражданам, с какими нововведениями по уплате налогов они столкнулись в 2018? В этом году. Я бы сказала, что это даже не нововведение, потому что федеральный закон, по которому произошли определенные изменения, был принят в конце 2017 года. В основном для наших налогоплательщиков это положительные моменты. То есть у нас 1 января 2017 года уже появился вычет по земельному налогу физических лиц, эти пресловутые 6 соток, которые теперь для определенных наших льготников, в том числе пенсионеров, которые у нас отсутствовали практически по федеральному закону. Это точно. И по местным практически у нас во многих решениях максимум, что им предоставлялось 30% от той суммы, которую они обязаны уплатить. На сегодня это 6 соток вычет. То есть это им большое подспорье. У нас очень много было заявлений в этом году. Это только для льготников? Да, нет, это льготники. Но учитывая то, что у нас раньше в федеральном законе были прописаны льготники, это герои Советского Союза, инвалиды, 1-2 групп, чернобыльцы, ну и определенные там еще, то сейчас туда включены пенсионеры. И до этого льгота федеральным законом была предусмотрена, это не облагаемых 10 тысяч рублей. То есть это очень маленькая сумма. Соответственно, все, что можно было предоставить по льготам, предоставляли уже депутаты местных органов. Поэтому на сегодняшний день эти 6 соток у нас уже пошел вычет. Очень многие пенсионеры заявились. Вот это очень хороший момент для них. И плюсом еще тем же федеральным законом было произведено списание задолженности по имущественным налогам на 1 января 2015 года. То есть те долги, которые накопились на тот момент, и соответственно на сегодняшний день не были погашены, были списаны для всех без заявлений. И вне зависимости от суммы, да? Вне зависимости от суммы, да. Но это вот то, что касается имущественных налогов, а вот тот же, не знаю, НДФЛ и прочее. Были какие-то изменения, Анна и Евгения, да? Да, я хотела бы добавить, что в этом году в сводное налоговое уведомление, которое включает в себя имущественные налоги, и раньше оно включало только имущественные налоги, сейчас включился еще НДФЛ, который не был удержан налоговым агентом. Ну, по каким-либо причинам. За 2016 и за 2017 года. То есть теперь и этот налог включен в сводное налоговое уведомление, и физическое лицо может сразу оплатить и имущественные налоги, и плюс НДФЛ, который будет включен в это уведомление. И декларацию уже подавать не нужно. Раньше нужно было подавать декларацию. У нас есть первый звонок от нашего зрителя. Давайте послушаем, и потом решим, кто из вас будет отвечать. Добрый вечер. Вы в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Я купила квартиру в Челковском районе в феврале 2017 года. Получила налоговое уведомление сводное, но у меня этот объект отсутствует налоговое уведомление, и что делать? Наталья Сергеевна, ваша тема. Имущественная. Ну, это, кстати, очень такой важный вопрос. И я хотела бы все-таки налогоплательщиков настроить на то, что они должны сообщать налоговый орган о наличии какого-либо объекта, недвижимости, в случае, если при получении уведомления они в этом уведомлении этот объект не видят. Почему? У нас 23-я статья налогового кодекса, которая перечисляет обязанности налогоплательщиков, включает в себя в том числе и этот пункт. То есть, если вы в уведомлении не видите отраженного объекта, вы обязаны представить сообщение о наличии данного объекта плюс подтверждающие документы. В противном случае с 1 января 2017 года действует штраф 20%. То есть, в случае, если налогоплательщик не заявил о наличии объекта, а сведения поступили из регистрирующих органов, так как все сведения поступают нам из ГИБДД и Росреестра по 85-й статье в электронном виде, в этом случае налогоплательщик подлежит обложению штрафом 20%. Помимо того, что будет начислен налог за 3 года. Если можно более подробно, если он не заявил, он должен заявлять? А вы же сами сказали, что автоматически поступают данные. Да, к нам поступают данные автоматически. Но так как все-таки мы понимаем, что это большой объем обмена этих данных и с Росреестром, и с ГИБДД, соответственно, может быть какой-то момент, когда этот данный объект при поступлении от Росреестра к нам по каким-то формально-логическим причинам не прошел обработку, то, соответственно, вот здесь наступает уже обязанность налогоплательщика самому заявить, для того, чтобы мы могли это выявить, поставить на учет, ну и, соответственно, начислить налог. Прежде чем мы перейдем к разговору о том, какие нововведения ждут нас в будущем году, это касается многих, я думаю, видов налогов. Такой вопрос личного характера, чтобы запомнить как раз, закончить тему имущественного транспортного налога. История совершенно, ну, наверное, она не уникальная, ну, по крайней мере, ни у кого из знакомых, я спрашивал такого, никто с таким не сталкивался, наверное, у вас есть такие клиенты. У меня когда-то была машина, которую угнали, это могу точно сказать, в каком был году, в 1996 году, в декабре как раз, в конце декабря, то есть, вот, значит, сколько прошло, 22 года, правильно? 22, да. 22 года. И, ну, понятно, что я подал заявление, ГАИ тогда еще было, ГИБДД, понятно, что все это мне выдали справку, которая сейчас уже затерялась. И, естественно, я никаких налогов за эту машину не платил. И не платил и на будущий год, и на следующий год. И прошло 18 лет, в 2014 году мне вдруг приходит уведомление, что я должен заплатить за эту машину, которая у меня уже, ну, нет. Вот что мне делать в таком случае? Ну, значит, здесь какая ситуация? Дело в том, что, как я уже говорила, все сведения к нам поступают в электронном виде. И, соответственно, как раз в 2014 году, когда мы с ГИБДД обменивались данными, вернее, они нам предоставляли данные, нам были выгружены все сведения, которые есть в базе. Соответственно, надо понимать, что ваш автомобиль до сих пор числится за вами. То есть вы его с учета не сняли по прошествии там определенных лет. Да, вполне возможно, что в свое время вы приносили справку в налоговый орган о том, что она в угоне. Но надо понимать, что в течение всего этого времени налоговые органы меняли несколько раз саму свою базу налоговую. То есть у нас совершенно другой сейчас уже продукт, на котором мы работаем. Вот. Поэтому, когда пришли сведения по вашему автомобилю, соответственно, налог вам был начислен. Вы не единственные, я хочу сказать, очень много у нас таких людей. Есть даже, помимо вот угона, у нас же еще были, помните, продажи подаверенности. Даже по доверенности. Да, это тоже очень больной вопрос для людей, потому что в свое время они приносили доверенности, принимались налогового учета, а, соответственно, после получения всех сведений из ГИБДД этот автомобиль автоматом опять встал на учет. Поэтому здесь вариантов у вас только два. Либо все-таки предоставить справку об угоне, о которой, естественно, нет. По прошествии стольких лет. Да, а плюс еще давайте говорить о том, что вы могли эту машину, то есть угон мог произойти в любой точке нашей страны. Правильно? То есть не обязательно, что по месту вашего жительства ее угнали. Соответственно, само уголовное дело возбуждалось там, где машина была угнана. Не факт, что это здесь, и где найти эту справку, понятно, что здесь, конечно, вопрос такой серьезный. Ну, выход только один, снимать с учета. Только так, потому что говорить о том, что мы имеем возможность, например, сделать запрос в МВД и получить справку по территориальности со всей страны, это, конечно, невозможно. Если у вас ее нет, то, к сожалению, только снимать сейчас с учета, просто чтобы больше уже у вас не возникло таких проблем. Ну, а вот то, что я, допустим, эти четыре года не платил, естественно. А вот здесь мы говорим про требования приставов и все остальное. То есть все равно взыскание, оно будет производиться. Здесь, к сожалению, нет. То есть даже задним числом, если я предоставлю сведения, что машины уже нету 22 года, все равно штрафные санкции последуют? Нет, почему? Если вы на сегодняшний день предоставите такую справку, соответственно, будет произведен перерасчет. Ладно, спасибо. Буду стараться исправиться. Хотя вот там что-то списывают, какие-то налоги. А, это только до 15-го года. Это было, да, до 1 января 15-го года. Ну, хорошо, давайте продолжим наш разговор. Естественно, наша телекомпания, Щелковская, достаточно тесно сотрудничает с межрайонной налоговой инспекцией. Буквально меньше месяца назад снимали репортаж по вашей просьбе. И, как говорится, мы делаем всегда так каждый год. Какие нововведения ждут налогоплательщиков в будущем году? Я предлагаю сейчас посмотреть этот сюжет, а потом тогда вы уже прокомментируете, кого это коснется, кого коснутся эти нововведения, а кого не коснутся. Давайте посмотрим. Межрайонная ФНС России номер 16 по Московской области проинформировала о третьем этапе перехода на применение контрольно-кассовой техники. Также в соответствии с федеральным законом с 1 января 2019 года в отношении товаров, работы и услуг налоговая ставка по НДС будет увеличена с 18 до 20%. Также изменения коснутся плательщиков единого сельскохозяйственного налога. Их признают плательщиками НДС 1 января. Однако плательщики ЕСХН имеют право воспользоваться правом на освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, если подойдут за письменные уведомления в налоговый орган не позднее 20 числа месяца, когда они планируют используют единственный сельскохозяйственный налог. Однако они должны сохранить пороговое значение, их доходы должны не превышать 100 миллионов рублей в 2018 году и 90 миллионов в 2019 году. И это пороговое значение с каждым годом будет уменьшаться. Федеральная налоговая служба предоставила информацию о самозанятых гражданах. Налоговый кодекс включает в себя такие виды услуг для самозанятых, как присмотр и уход за детьми, больными лицами, лицами, достигшими 80 лет, репетиторство и уборка жилых помещений, а также ведение домашнего хозяйства. Физические лица, которые оказывают данные виды услуг гражданам, не являются индивидуальными предпринимателями и должны встать на учет в налоговый орган, как самозанятое лицо. Форма уведомлений для самозанятых граждан утверждена приказом ФНС и зарегистрирована в Минюсте. Данную форму уведомления физическое лицо по своему выбору может подать в любой налоговый орган. При этом никакой документ налоговый орган он физическому лицу, зарегистрированному в качестве самозанятому, не выдает. Может поставить только отметку на втором экземпляре данного уведомления. Всю необходимую дополнительную информацию можно получить в межрайонной ФНС России номер 16 по Московской области, расположенной по адресу Город Щелково, улица Советская, дом 4. Ну вот такой немножко сжатый материал, да, много информации. Я думаю, сейчас более подробно мы поговорим, начнем по порядку. Прозвучало, да, повышение налога на добавленную стоимость, НДС с 18 до 20 процентов. Кого коснется это повышение? Понятно, что не физлиц, да, а вот кого? Ну, можно, если я скажу. Василий Васильевич, да. Тим Михайлович, ну, очень правильно было сказано, акцентировано, что с 1 января мы переходим на 20 процентов НДС. Это обусловлено законодательством, то есть был принят закон 3 августа, номер 303 ФСМ. Согласно, из которого, так сказать, мы переходим на 20 процентов 18. В связи с этим важно очень обратить внимание, что контроли кассовой техники должны переделать свой ФФД. Так называемый, так сказать, формат передачи данных непосредственно ККТ в налоговую службу. Если раньше была версия, это 1.0, то сейчас 1.05. Значит, соответственно, организации и предприятия, это, соответственно, физические лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью, обязаны, так сказать, провести перерегистрацию ККТ или перепрошить данную программу до 1 числа. Соответственно, с 1 числа они должны применять уже и в кассовой чеке должна отражаться 20-ти процентная, соответственно, сумма. В случае, если организация, если очень важно, или предприятие, которое осуществляет, так сказать, денежное обращение путем, так сказать, предоставления услуг за кассу, соответственно, должны понимать, что и налоговую инспекцию дано право в одностороннем порядке, если не придут, снимать такие кассы с учетом. То есть фактически юридическое, физическое лицо, юридическое приниматель, он будет осуществлять деятельность незаконно, потому что у него кассовый аппарат будет снять с учета в одностороннем порядке. Это очень важно, потому что думают, что русская войска, как у нас обычно бывает. К сожалению, тех плательщиков, которые пытаются этим воспользоваться, что, может, мы их не найдем, может, мы не видим, нет, уважаемые, так сказать, все будут у нас на лицо, все мы будем, так сказать, поименные, соответственно, сети кассы, которые работают не в новом режиме, они будут, соответственно, так сказать, сняты с налогового учета. То есть вам уже дальше, так сказать, принимать решение, как себя вести, как там делать. Поэтому я рекомендую на сегодня, до первого числа, произвести соответствующее действие. Именно провести перерегистрацию без замены, так сказать, фискального накопителя, так сказать, перепрошить программу соответствующий уровень. Поэтому, уважаемые зрители, безусловно, это нужно сделать, потому что иначе вы не сможете работать. Это дорого будет стоить? Перепрошивка, как вы сказали? Значит, мы проводили информацию по нашим Центрам технического обслуживания. Это порядка двух тысяч на сегодняшний день. То есть лучше заплатить две тысячи, чем потом получить незаконную деятельность, незаконное лечение дохода. Соответственно, понятно, что если организация будет пробивать 18% на 20%, то, соответственно, идет уже сокрытие налоговой облагаемой базы и все остальные моменты, связанные с возмещением НДС последующим и так далее. Спасибо. У нас есть еще один звонок. Давайте послушаем нашего зрителя и, соответственно, кто-то из вас ответит. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, а если за работу диск в акции есть какая-то штрафа, там, ответственность? За работу? Еще раз, если можно, за какую работу? Если я работаю без кассы. А кто без кассы работает? Без ответственности, у штрафа может. Спасибо. Ну, наверное, так сказать... Ну да, это как, наверное, в продолжении темы. Хороший вопрос и правильный, потому что да, имеются, безусловно, штрафы, причем, так сказать, по нормам законы 54 ФСЗ, который был вступил, а именно предусматривал наши три этапа перехода, но дальше я расскажу, так сказать, на, так сказать, новые кассы, так называемые, онлайн, было ужесточение, скажем так, по применению, без, без, начисления деятельности, без применения контрольной кассы техники, или с нарушением, и с регистрированной, и так далее. Там большой список, перечень, так сказать, который был внесен, как административный кодекс, так сказать, так, и налоговый кодекс, соответственно, так сказать, и первичные штрафы, это 10 тысяч для индивидуальных предпринимателей, и 30 тысяч для непосредственно юридических лиц. Но минимальная ставка, то есть максимальная, может варьировать до, так сказать, суммы чека, который был пробит неправильной кассой, так сказать, или не пробит вообще. Ну, а как осуществляется контроль за тем? Пробит правильно или неправильно? Во-первых, не зря было придумано ФВД, то есть передача данных, как я сказал, так сказать, приходит в алматическом режиме, то есть в течение дня она аккумулируется и передается автоматически через интернет, соответственно, налоговую службу. Соответствующая налоговая служба анализирует эти данные и смотрит, так сказать, непосредственно, ну, зависит от динамики движения средств, учитывая, что, например, касса работает и какое-то время, так сказать, перестала работать, почему, так сказать, на основании этих, так сказать, анализируются эти мероприятия и направляют налоговую службу уже непосредственно по, где находится контроль кассовой технике. И мы выходим на проверки, если уже предъявляем, так сказать, те или иные же санкции, если находим нарушение с учетом тех моментов, которые были выявлены в ходе передачи данных, так сказать, налоговой службы. Ну давайте такой практический пример, ну и соответственно практический вопрос буквально рядом с нами, тут в трех минутах ходьбы находится Щелковский центральный районный рынок, ну вот там наверное 99% ну будем говорить продуктов, не товаров давайте, вот только продуктов, то что на первом этаже, подавляющее большинство продуктов продается без кассового аппарата. Ну только наверное хлеб от предприятия Щелкова хлеба, вот у них есть касса, да, вот все остальные мясные, молочные и прочие продукты продаются без кассы, вот вы как за ними следите? Когда мы проходили второй этап, когда переходили на контроль кассовой технике типа онлайн, все кроме, которые были непосредственно безработнику, осуществляли свои деятельности, осуществляли услуги населения, которые должны будут перейти с 1 июля 2019 года, забегая вперед, мы проводили рейды и выявляли такие граждане, которые непосредственно должны принять контроль кассовой технике. На сегодняшний день они все поставили. Просто есть специфика торговли сладков, в том случае, если у них нет условий хранения, соответственно, они не должны применять. И второе, если они не осуществляют свою деятельность, например, ЕНВД и патент в одно лицо, то есть у них нет наемных работников. И эти граждане должны будут поставить только с 1 июля 2019 года, должны осуществлять деятельность применения, которые оказывают в тексте. Сейчас они имеют право не применять. Но это вот то, что в репортаже речь шла о самозанятых гражданах? Нет, самозанятых это другое. Это без привлечения рабочей силы имеется в виду. То есть ИП может быть зарегистрировано, но он один. ИП может быть в одно лицо, может быть несколько наемных сил, это предусматривает условия патента. Соответственно, привлекает других сторонников, он берет патент на несколько людей, уплачивает ДФЛ и все эти платежи как работодатель. Сейчас у нас дано право до 1 июля 2019 года, те граждане, которые осуществляют самостоятельно, ставят у прилавка, не применять контролю кассовую технику. То есть это такая поблажка, льгота? Причем да, если вы помните, у нас было два этапа перехода на новую кассу, было очень много обращений, Дума депутатства, непосредственно другие все инстанции, Министерства финансов, и Владимир Владимирович понимает решение, что делать третий этап. Именно те, которые сами осуществляют свою деятельность, самостоятельно, без исключения рабочей силы, передают их на один год, на 2019 год. А так мы сейчас вместе работали в 2018 год, все независимо. И, соответственно, кто предоставляет услуги населению, в данном случае, так сказать, физически, удивительные предприниматели. Они у нас будут на 2019 год. У нас есть еще один звонок, давайте послушаем, мы уже тогда будем готовиться к небольшому перерыву. Добрый вечер, слушаем вас. О, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Тарасов Тамара. Я приходила в инспекцию 16-ю межрайонную 27-го ноября. Мне и меня интересовал вопрос по поводу льготы. Так вот, очень много было народу в инспекции, но меня сразу девочки на ресепшн приняли, все у меня приняли, и я очень благодарна. Спасибо, хочу сказать. Вот я межрайонной 16-й инспекции, а вопросов у меня нет. Спасибо. Вот на такой оптимистической ноте мы, наверное, перейдем к перерыву. Хотя вопрос, наверное, был такой, о каких льготах могла идти речь? Именно по уплате налогов, мы говорили вначале, да, пенсионеры и прочее. Да, может быть, да, вы достиг пенсионеров. А, кстати, вот насчет пенсионеров, да, поскольку у нас сейчас такая началась реформа пенсионная, и льготы обещают не только уже непосредственно пенсионерам, ну, те, кто будет позже получать по возрасту, но и, как их называют теперь, лица предпенсионного возраста. То есть, ну, по крайней мере, обещают льготы по проезду на транспорте уже, ну, как и раньше, да, мужчинам с 60-ти, женщинам с 55-ти, хотя еще пенсию не получают. А вот, ну, не знаю, сложно загадывать, на налоги будет такое распространяться? Да, да, в том числе на налоги. Тот же вот пресловутый вычет по земельному налогу, он также распространяется на тех лицах. То есть, женщина 55, мужчина 60 лет. Спасибо. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня сотрудники межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 16, Наталья Давыдова, Василий Волков и Анна Алексенко. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь и готовьте вопросы. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня начальник отдела камеральных проверок номер 3 межрайонной инспекции ФНС России номер 16 по Московской области Наталья Давыдова. Еще раз добрый вечер, Наталья Сергеевна. Начальник отдела камеральных проверок номер 4 той же самой налоговой инспекции номер 16 Анна Алексенко. Добрый вечер, Анна Евгеньевна еще раз. И начальник отдела оперативного контроля той же самой налоговой инспекции Василий Волков. Добрый вечер, еще раз Василий Васильевич. Продолжаем нашу беседу, но хочу напомнить нашим зрителям телефона прямого эфира 567-1440 и 567-1450. Звоните и задавайте свои вопросы. Мы посмотрели репортаж, кто не видел из наших зрителей, вроде мы уже все темы обсудили о том, что ждет разной категории налогоплательщиков в будущем году. Это и применение контрольно-кассовых аппаратов нового типа, и повышение НДС для тех, кто занимается производством, и не только производством, но и торговлей. Ну а что касается физических лиц, Анна Евгеньевна, это, я знаю, ваше направление, да, НДФЛ, кто должен подавать декларации в будущем году, каковы сроки, естественно, подачи декларации, ну и что будет с теми, кто не подаст. Да, я отвечу. Значит, в следующем году физические лица должны представить декларации, в первую очередь те, кто продали имущество, любое имущество, находившееся у них в собственности в менее трех лет. Это в первую очередь. В том числе доля в уставном капитале, либо продажи ценных бумаг. Затем физические лица, которые сдают в аренду любое свое имущество. Физические лица налогового резидента Российской Федерации, но которые получили доходы за пределами Российской Федерации, тоже подлежат налогообложению, налоговым доходом физических лиц и обязаны представить такие декларации. Затем физические лица, которые получили доходы в виде выигрышей, которые выплачиваются организаторами лотерей. И физические лица, которые получили доходы в денежной форме от дарения, но от дарения неблизкими родственниками. То есть близкие родственники, если друг другу подарили какое-то либо имущество, то они освобождаются от оплаты НДФЛ. Если это неблизкие родственники, у них возникает обязанность по представлению НДФЛ и уплата налога. Ну и последняя категория лиц, это индивидуальные предприниматели, находящиеся на общей системе налогообложения. И лица, занимающиеся частной практикой. То есть нотариус, адвокаты, арбитражные управляющие. Сроки подачи декларации остались прежние, да? Да, срок представления декларации 30 апреля 2019 года. В следующем году срок не переносится, потому что 30 апреля попадает на будний день. Поэтому 30 апреля это последний срок подачи декларации за 18 год. Санкции в отношении нарушителей уже защищаются? Те, кто представят позже, будут привлечены, согласно статье 119 Налогового кодекса, она является собой 5% от суммы налога за каждый полный-неполный месяц, от даты представления декларации, но не более 30%. Либо 1000 рублей, если это, например, нет налога к уплате. Ну, вот если можно более подробно, да, вы так все рассказали. В общем, да, если, ну начнем, да, с того, если должен платить налог, ну, это, соответственно, подавать декларацию, кто продал свое имущество? Ну, вот вы упомянули, в том числе, ценные бумаги, понятно, что это недвижимость, ну, так скажем, крупное имущество, да, но есть какой-то критерий, с которого вот начинается необходимость уплаты налогов. Ну, правильно, если я продал, не знаю, что, велосипед, да, я не подаю. Велосипед не подлежит налогообложению, да. Или там подарил кому-то колечко девушке, да, она тоже не должна ходить, хотя мы не близкие совсем люди. Ну, нет, конечно, недвижимое имущество подлежит налогообложению, но существует имущественный вычет, который составляет 1 миллион рублей. Вот, все, что свыше этого, облагается налогом в размере 13%, но можно еще заявить фактически понесенные расходы при покупке данной недвижимости. Тогда, соответственно, если фактически расходы будут меньше или приравнены к сумме продажи, то, соответственно, налога к уплате не будет. Ну, вот я говорю, есть какая-то сумма определенная? С какой суммы начинается необходимость уплата налогов? После миллиона рублей. С миллиона? Да. Это для недвижимости? Да. Для нового имущества 250 тысяч. То есть... Ну, то есть, если вы поддали автомобиль, то это будет... Ну, да, то есть автомобиль дороже 250 тысяч, я уже... То есть, свыше 250, вы уже уплачиваете налог. До 250 не уплачиваете. Ну, а вот, что касается налоговых вычетов, раньше был такой, я не знаю, что закон, что кто покупает недвижимость первый раз, неважно, что это квартира или дом загородный, да, то он освобождается на какое-то время от уплаты НДФЛ или какой-то налоговый вычет. Нет, он может заявить... Первый раз налоговый вычет или один раз, да? Он может заявить имущественный налоговый вычет при покупке. Как это практически можно сделать? Представлением декларации налоговый орган. То есть, он физическое лицо при покупке недвижимого имущества может заявить имущественный налоговый вычет один раз в своей жизни, и, ну, приложив все подтверждающие документы, он может получить с двух миллионов вычет, соответственно, НДФЛ. Вот только с такой суммы? Не больше, да? По недвижимому имуществу, да. Если недвижимость куплена в ипотеку, то тогда еще с трех миллионов по ипотечному кредитованию. А как это практически определяется? Я не буду платить налог или что? Или мне эти деньги вернут? Вернут вам деньги при подаче декларации, да. То есть, то, что с вас налоговый агент удержал в течение года, после подачи вам декларации, налоговый орган вам вернет. У нас есть еще один звонок. Давайте послушаем и, естественно, ответим. Здравствуйте, слушаем вас. Вы в эфире. Да, говорите, слушаем вас. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Я продал машину в 2018 году, платил этой машиной два года, продал эту машину за 200 тысяч рублей. Сколько я должен заплатить налога на доход? Ну, я тоже отвечу. У вас возникает обязанность по представлению декларации о доходах в любом случае, потому что владели вы транспортным средством менее трех лет. Но так как вы ее продали за 200 тысяч рублей, а вычет у нас 250 тысяч рублей, то, соответственно, налога вы не платите. Еще есть какие-то новшества? По НДФЛ глобальных нет. Давайте перейдем тогда к каким-то общим вопросам. К сожалению, начальство вашей межрайонной инспекции ФНС номер 16 игнорирует нашу телекомпанию, не приходит в гости на прямой эфир. Бросает на амбразуру ответственных сотрудников, которые, может быть, не обо всем, так скажем, полномочны говорить. Просто хотелось вообще поговорить о том, как идет работа налоговиков в наше сложное время. Вот ваши личные, может быть, ощущения. Насколько интересно работать, насколько привлекательна ваша работа. Ну, как решается кадровый вопрос? Вот вы же, наверное, все-таки тоже сотрудников своих знаете, да? Ну, я имею в виду, текучка большая или как вот личные впечатления? Начнем с вас, Наталья Сергеевна. Ну, по поводу текучки, вы знаете, я хочу сказать, у нас практически стопроцентный набор полный. То есть у нас люди не уходят, люди работают. Мы практически на первом месте по области. По заполняемости рабочих мест у нас очень много молодежи. Учитывая, что, в общем-то, в принципе, это действительно и стабильная зарплата, плюс соцпакет. Поэтому в наше время это, в общем-то, большое подспорье, даже для молодых. Спасибо. Я хотел немножко, так сказать, пустить ситуацию с руководством. Как и во всей стране, во все времена, конец года был очень напряженный. Поэтому отсутствие руководства только из-за того, что, так сказать, очень много работы. И, сами понимаете, итоговый год нужно, так сказать, сводить, как говорится, так сказать, и концы концами, имея в виду, так сказать, базу данных, так сказать, и отчетность и так далее, так далее. Поэтому, к сожалению, да, вот не смогли прийти руководство на эфир, как бы защиту. А что касается трудоустройства. Да, к нам очень трудно попасть. Почему? Потому что помимо собеседы еще идет тестирование по некоторым вопросам, которые касаются, в частности, вопросов, связанных с работой и так далее, и тому подобное. Поэтому очень сложно попасть, так сказать, но при этом, так сказать, есть очень большой массив, так сказать, соцпакета. Это в плане, так сказать, всяких домового отдыха, включая Сочи, Анапа и так далее, и так далее. К примеру, так сказать, у нас есть такой пансионат в Подмосковье, и для сотрудников инспекции проживание сутки стоит 600 рублей. То есть это полноценное, с питанием, трехразовое питание, бассейн ходит и все остальные мероприятия, которые для сотрудников налоговой службы. То есть сможет безболезненно, так сказать, сделать запрос и теперь дает путевку в этом Подмосковье. Практически, так сказать, за 600 рублей, сами понимаете, такого очень трудно где-то найти. Что касается остальных вещей, что очень важно, когда коллектив спаян, когда, так сказать, друг друга все знают, помогают, потому что в нашей работе, особенно в оперативной, так сказать, понятно, что, так сказать, очень сложно определиться на местности. Люди бывают, граждане встречаются и при проверках, и при осмотрах, так сказать, других мероприятий контрольного характера. Поэтому очень важно, когда коллектив спаян, так сказать, имеет понимание, чем он делает, для чего он делает и зачем это делает. Вот, а так, в общем-то, ну, многие, кто работают, они работают очень долго. Вот, я налоговую службу с 90-го года практически, поэтому, в общем-то, ну, местами-то скотликался, но, в любом случае, на экономическую работу. Сильно профиль не меняли. Да, но, как говорится, налоговиков не бывает больше, они ходят обратно. Поэтому, как сказать, так сказать, сказать, что это, ну, интересно, безусловно, потому что меняется и достаточно сложно, потому что работа с людьми. А тем более фактор такой негативный, сами понимаете, так сказать, налоговиков. Ну да, деньги, мне кстати не хочется. Это мытари, да, которые мытарят душу, поэтому, соответственно, здесь, ну, здесь нужно очень тонко варировать. И поэтому состав, который работает, работа непосредственно с клиентами, он очень важен, чтобы он умел корректно, доходчиво и правильно все разъяснять, и, как говорится, так сказать, принимать участие в жизни. Иногда приходится с любви пообщаться, как дома, как все остальное. Вот я выхожу на проверки, очень важный момент, так сказать. То есть сначала человеческо-психологически он встречает тебя негативно, ты начинаешь к себе располагать, и уже на фоне этого, так сказать, производишь свою работу, которую... Поэтому приходите, да, будем искать. Вы сказали, Василий Васильевич, сотрудники проходят тестирование, да, при приеме на работу. Это что такое, своеобразный какой-то детектор лжи? Нет, это набор вопросов, которые он просто отвечает в писанной форме, да. Ну, а вот тогда какими качествами должен обладать сотрудник? Ну, во-первых, высшее образование, так сказать, если... Однозначно. Да, если, так сказать, он работал на должности определенного характера, так сказать, начальника отдела и выше, соответственно, он отработал определенное количество лет, так сказать, в определенной должности экономических должностях, так сказать. Ну, и плюс, соответственно, так сказать, как вы понимаете, быть пользователем компьютера, потому что у нас очень много работы компьютера. Вот анализирует, так сказать, работ налоговых органов, придя в 90-е годы, так сказать, и что сейчас. Это разные вещи, которые, естественно, очень трудно, так сказать, простому пользователю, которого, кроме нажимать, так сказать, и искать интернет, больше ничем не владеет, нужно, конечно, все это знать. Ну, Анна Евгеньевна, вы что-то хотите добавить? Ну, я лично от себя хочу добавить, что я вот тоже, как и Василий Васильевич, работаю достаточно давно, 23-й год, и уходить не собираюсь. Мне все очень нравится, коллектив сплощенный, окружен одним профессионалом, поэтому, ну вот, у нас мне нравится работать. Ну, а я тогда со стороны, опять же, нашей телекомпании добавлю еще к словам Василия Васильевича, что как проводят досуг сотрудники налоговых органов, предлагаю посмотреть еще один видеосюжет о том, как буквально две недели назад прошла 10-я юбилейная спартакиада сотрудников налоговых органов Московской области на базе нашего Щелковского универсального спортивного клуба в Подмосковье. Давайте посмотрим. Футбол, волейбол, дартс, эстафетный бег, настольный теннис. Серьезные инспекторы налоговой службы уже 10-й год подряд облачаются в спортивную форму и пробуют свои силы в разных спортивных дисциплинах. Принимать участие в соревнованиях для многих любимая традиция, которая активно поддерживает областное руководство. Каждый руководитель территориального налогового органа поддерживает эти начинания. В некоторых случаях приглашают даже представителей тренера со стороны, с различных, соответственно, фоков Московской области, которые тренируют наших сотрудников, готовят такой спартакиаде. Доказано, что физическая культура и спорт развивают в том числе и мозговую активность, а для фискальных органов, для налоговых органов это, наверное, самое главное. Я очень надеюсь, что именно поступление налогов будет увеличиваться благодаря спорту. В этот раз в стенах войска Подмосковья собрались 15 команд, 150 человек, которые предпочли провести субботнее утро активно и с пользой, в чем им уже по традиции помог наш спортивный комплекс. Это честь принимать спартакиад налоговых органов всей Московской области. И уже не первый год мы очень скорпулезно относимся к подготовке этой спартакиады и нам доверяют. Щелковская команда отлично проявила себя в самом интеллектуальном виде спорта – шахматах. Дарья Коловертных уже занимала призовые места, поборолась за них и в этот раз. Шахматы вообще сами по себе вид спорта такой, что развивает мозговую деятельность, что очень помогает в нашей работе, где действительно работа очень напряженная. А вот такие игры, они отвлекают от работы, и в то же время мы вот объединены все в одну семью. В итоге Дарья досталась золота в личном зачете, а наша сборная заняла первое место в командном зачете по шахматам. Победители и призеры получили кубки и медали и выразили желание обязательно вернуться сюда в следующий раз и покорить новые спортивные вершины. Вы участвовали в 10-й спартакиаде? Покоряли спортивные вершины? Спасибо, Василий. Вот уже, наверное, подходит к концу наша программа. Итоги мы подвели, планы наметили на будущий год. Интересно было бы узнать, сейчас немножко вернемся в серьезное русло, какие вообще услуги оказывает налоговая инспекция? В предыдущем репортаже сказали, что обращайтесь к нам по адресу такому-то, телефону такому-то. С чем может обратиться гражданин, помимо того, чтобы, естественно, отдать свои деньги государству? Я могу учесть в части контроля кассовой техники. Давайте, вытелевайте. Значит, уважаемые телезрители, я хотел бы выдвигать телефоны, соответственно, в которые можете обращаться, что связано с контролей кассовой техники. Это и для регистрации, для учета, для других взаимоотношений и получения информации по введению данной операции с кассовой наличностью. Запишите, пожалуйста, телефоны. Это мобильный 977-928-12-18 и городской 566-06-91. И, соответственно, адрес. Это советский дом 4, кабинет 110. На первом этаже заходите сразу направо, и там сидят сотрудники, которые вам все расскажут, помогут. В частности, регистрируют контролю кассовую технику. Анна Евгеньевна, у вас есть что-то по вашему НДФЛ? Нет, ну, по-моему, НДФЛ. Или у себя пока 13% остается у нас? Пока остается, да. Но тоже любые налогоплательщики могут прийти, всегда обратиться в налоговый орган. У нас на первом этаже всегда открыты окна. Обратиться с любым своим вопросом, касающимся и каких-то налогов, и подачи деклараций, и других отчетностей. Ну и плюс налоговая инспекция осуществляет регистрацию юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Анна Евгеньевна, по-моему, есть сказали. Ну, то же самое, регистрация, учет плательщиков. Консультация – это, само собой, в обязательном порядке. Поэтому. Ну вот, мы не будем обсуждать те нововведения, которые будут с Нового года. Может быть, не для всех налогоплательщиков они, так скажем, радостны. Но много речи идет о том, чтобы ввести какие-то новые налоги. Но, опять же, без ущерба, может быть, для малоимущих, так скажем, слоев населения. Ну или уже, как даже у нас средний класс теперь, наверное, превратился в малоимущих. Но вот, в частности, хотелось бы узнать вашу точку зрения. Естественно, как профессионалов, сотрудников налоговой службы, очень много идет разговоров о введении прогрессивной шкалы налогообложения. Ну, это, наверное, ближе к Ане Евгении, да? То есть, кто-то, кто получает ниже определенного минимума, да, ну, не знаю, прожиточного или какой-то определенный уровень зарплаты, тот либо платит, либо вообще не платит, либо платит очень мало, либо, как сейчас, будем считать, тогда 13%. А кто получает больше, ну, вы знаете, да, у нас расслоение зарплаты все-таки по стране достаточно большое, сотрудников разных компаний. Вот ваше личное отношение, ну, начнем с вас, Анна Евгения, поэтому ваш профиль. Ну, прогрессивная шкала подоходного тогда еще налога, она действовала, уже такое у нас было в стране, и действовала она в 90-х годах. Потом уже пришли к единой ставке налога на доходы физических лиц. Ну, сейчас, пока это все рассматривается, но пока только в стадии рассмотрения никаких пока нам законов принятых не приходил по этому поводу. Спасибо, Васильевич. Я бы, наверное, предложил бы, что если мы повышаем шкалу непосредственно налогоблажения по доходу физических лиц, то надо ввести тот минимум, который не облагается. То есть, исходя из того, что мы будем добирать сверхдоходы за счет увеличения процентов людей, получающих большие доходы, соответственно, низшую слою мы должны просто освоить налогоблажение. Не секрет, что в стране многие получают меньше того, что хотелось бы, так сказать, соответственно, их надо просто освобождать налогоблажение вообще. Ну, это Ваш личный. Да, безусловно. Наталья Сергеевна, а Вы как думаете? Ну, в принципе, я согласна. Единственное, что касается тех, у кого доходы ниже прожиточного минимума, конечно, здесь все равно должна быть работа все-таки еще совместной соцзащиты, потому что там есть определенные выплаты и социальные пакеты. То есть здесь тоже надо смотреть очень аккуратно. Ну, и завершая наш разговор, завершая уже, наверное, минувший уходящий год, декабрь, уж наступила зима, стоит на дворе, скоро Новый год, елки зажглись по всей Московской области, и у нас в Щелково тоже 1 декабря зажглась главная елка нашего района в парке культуры и отдыха. Вот что бы Вы хотели пожелать всем жителям нашего района в преддверии Нового года, да, и, естественно, каких-то желаний, исполнения каких бы их желаний в Новом году, ну и, соответственно, всего самого лучшего. Ну, давайте в том же порядке, Анна Евгеньевна. Конечно, желаю в первую очередь стабильности. У нас страна нестабильна иногда бывает, поэтому стабильность очень важна. Ну, плюс, естественно, конечно, чтобы все желания, которые люди бы загадали в следующем году, они бы обязательно исполняются. Василий Васильевич? Ну, здоровья, мирного неба и счастья. Жителям хочется пожелать здоровья, конечно, крепкого достатка, покоя в семье, любви, чтобы все было хорошо и дома, и на работе. Понятно, что это та же самая стабильность. Ну, а нам бы хотелось пожелать, конечно, добросовестных налогоплательщиков. Ну, это самое главное, конечно. Спасибо вам, спасибо, что самоотверженно бросились на амбразуру сегодня и, в общем-то, ответили на все вопросы, которые касаются вашей профессии, того, что уже было, того, что будет в новом году. И вам того же самого хочется пожелать успехов, счастья, хорошей работы в новом году. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» были сотрудники Межрайонной инспекции ФНС номер 16 по Московской области, Наталья Давыдова, Анна Олексенко и Василий Волков. Спасибо вам, всего доброго. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»